МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Колбаса. Вареная, сыровяленая, копченая. На прилавках магазинов представлен богатый выбор. Несмотря на то, что этот продукт не входит в наш ежедневный рацион, его употребляют большинство россиян. По данным ученых, каждый из нас съедает в год от 30 до 70 килограммов колбасы. Любимица покупателей докторская. Именно ее качество мы и проверим. Что интересно, массовый выпуск докторской начался 81 год назад, 29 апреля. Рецептуру колбасы разработали в научном институте мясной промышленности. Тогда в стране бушевал массовый голод, и он порождал вспышку болезней. Московскому заводу было необходимо произвести особый продукт для диетического питания. Оттого колбасу и назвали докторской. В советские времена даже врачи называли ее полезным для здоровья продуктом и советовали употреблять больным при анемии. Прошли годы. Изменился и рецепт той самой советской докторской. Раньше для ее производства использовали только нежирные куски свинины и говядины, куриные яйца, молоко, мускатный орех, сахар. Нынешний ГОСТ, который был принят 6 лет назад, позволяет добавлять в докторскую колбасу сухие заменители крахмал и нитрит натрия. Согласно ГОСТу изделия колбасные вареные, ГОСТ Р-52196 2011 года, нормируется органолептика, внешний вид, запах, цвет, вкус, консистенция. Также это массовая доля жира, массовая доля белка, массовая доля поваренной соли и массовая доля нитрита натрия. И также полифосфатов, если они используются производителем при производстве колбасы. Сейчас еще добавляют вот этот глутамат натрия. Разрешенная добавка усиливает вкус только в сочетании с остальными ароматами, с другими вкусами, ароматами она усиливает и дает такой приятный вкусный вкус. В лабораторию Роспотребнадзора мы еще вернемся. А пока узнаем, как оценивают качество колбасы горожане. В нашем конкурсе участвуют свиниговский, чебоксарский, Ешкаролинский, Вурнавский, Ядринский и Лысковский мясокомбинаты. Для честной оценки мы скрыли производителей под номерами. Номер пять понравился, потому что такой более плотный вкус и просто вкусный. Мне номер один, самый-самый вкусный колбаса номер один. Почему-то там свежий и запах хороший. И вкус очень понравился. Что-то понравилось, собственно говоря, вкус отлично получился. Конститутся хорошие. Явно выраженный такой вкус у него, такой свой вкус. Ну, вот у шестого вообще, собственно, и конститутся плохая, и вкус такой, типа близко к ливерному. Мне понравилась колбаса по пятым номерам, потому что она вкусная. Мне третья понравилась. Она более такая, ну, больше, наверное, мяса там. Вот эти как-то немножко... Какие ничем не устроили? Ну, не знаю, какие-то жидковатые. Специи есть, да, но она более ароматная. Мне вот пятая понравилась. У каждого покупателя свои методы проверки. Кто-то колбасе принюхивается, кто-то ее тщательно рожевывает. Лидер народного конкурса определился сразу. Вторая. Более даже... Я знаю, что все эти колбасы не особо такие, скажем, мясные. А там более-менее так похоже. И добавки такие, но вкус нормальный. В номере два, колбасе номер два, там есть мясо. Ну, не то, что... Где-то 50-60 процентов мяса. Это очень хорошо. Я бы купила такую колбасу. Для себя, можно для внучек, можно. Она очень вкусная. Она такая прям вот более натуральная, прям чувствуется. То есть вот это вот как-то... Вот эти вообще не очень обе. Там вот чувствуется, что химия. А вот эта вот более такая. Мне нравятся, когда специи есть. Вот второй номер. Поэтому выбрал второй. А то есть ты чувствуешь специи, да? Немножко, да. С мясом чувствуется? Мясо, конечно, чувствуется, да. По вкусу приятнее. Какая вам больше понравилась? Тоже номер два? Итак, убедительная победа за номером два. 26 голосов. Эту докторскую производят на Чебоксарском мясокомбинате. Но что об этом думают эксперты? Чтобы определить качество колбас, отправляемся к специалистам лабораторной службы. В этом центре проводят сложнейшие анализы продуктов. Хотя есть немало инородных способов. Можно даже качественно провести реакцию в домашних условиях. То есть отрезать кусочек колбасы, капнуть йода. Если посинее, значит там есть крахмал. Это нарушение. Это уже не докторская колбаса. Мы, конечно, проверяем тетриметрическим, количественным методом массовой доли крахмала. Докторская производится строго по ГОСТу. Ничего лишнего в ее составе содержаться не должно. Стандарты рекламентируют даже цветы, вкусовые качества колбасы. По запаху должен быть свойственный мясной запах. С ароматом специй. Не должно быть посторонних запахов, посторонних привкусов. На вкус она должна быть в меру соленой. Органолептическую проверку прошли все шесть производителей. Специалисты изучили детальный состав колбас, чтобы определить массовую долю жира, белка, соли, полифосфатов и нитрита натрия. Согласно ГОСТу, в докторской эти вещества содержаться могут, но только в малом количестве. Нарушений в ходе анализов выявлено не было. Все шесть образцов соответствуют всем требованиям стандарта безопасности. Далее мы детально изучили этикетку образцов. Ведь чем меньше искусственных пищевых добавок использовалось при производстве колбасы, тем она полезнее. Следует отметить, что в образцах под номерами 1 и 6 в состав входит наибольшее количество пищевых добавок. Вообще в колбасные изделия, производимые по российскому ГОСТу, разрешено добавлять только 15 пищевых ингредиентов. В этот список не входит крахмал и соевый белок, хотя часто заводы этот запрет нарушают. Крахмал, загустители, допустим, полифосфаты, они впитывают в себя влагу, тем самым увеличивая массу продукта. Продукт становится тяжелее. Стабилизатор, полифосфат, на него тоже есть норма. Не, более 0,8. Эксперты вынесли вердикт. Ни один из шести производителей не нарушил нормы ГОСТа. Но наименьшее количество добавок и больше мяса содержится в колбасе под номером 4, произведенной на Вурнарском мясокомбинате. Специалисты отмечают, что за качество покупателей голосуют рублем. Натуральный продукт дешево стоить не может. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова